Привет, с вами 335-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Дизайнер на CSS Юлия Мяцен, сам по себе Вадим Макеев, не только менеджер Алексей Симоненко и доброжеливный бородач Никита Дубко. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтента за прошедшую неделю. Ну и сегодня мы поговорим про темы, которые набрались на неделе. Будут новые старые браузеры. Мы немножко упомянем свежие релизы, пока нестабильные. Firefox, Safari, новый браузер Arc. Поговорим про доступность и как туда можно контрибьютить. Про border-radius, который бесит дизайнеров и как его можно улучшить. Как сделать хорошую навигацию для сайта. И, конечно же, про JS Леша нам сегодня притащил. Про clipboard, про дефолтные экспорты. Немножко тоже об этом поговорим. В общем, давайте начинать с браузеров, как обычно, а дальше как пойдет. Firefox не то чтобы часто выпускает в последнее время релиз ноуты, но тем не менее у них есть дополнительная интересная сущность. Так называемые новости эти недели в Firefox. И они их выпускают в виде такого новостного блога, я не знаю. Мы в прошлый раз раскопали блог Spider Monkey, а сегодня раскопали Firefox Nightly News. Я на самом деле давно уже читаю эти news. Просто я их читаю скорее не как новости разработки, хотя там по факту пишется действительно новость о том, что происходит в браузере Firefox Nightly. Если вы хотите себе такой же канареечный браузер, как Chrome Canary, вы можете поставить Firefox Nightly Build. Он очень багованный, если что. Ну, по моим ощущениям, сильно багованнее, чем канарейка. Ну, не знаю, может у меня так просто. Ну, в общем, если вы хотите узнавать, что происходит в Firefox до того, как это вышло в официальных релизах, вы можете читать эти интересно оформленные новости. В чем интересно, они реально описывают там по именам. Вот этот человек сделал вот это. Вот этот человек, в общем, посидел и сделал такое. И вот внезапно вот этот человек добавил вот это. В общем, из интересного. Во-первых, выяснилось, что в Firefox есть такая же эксплуатация стажеров, как и во всех компаниях. Они прям первой строкой пишут, типа, ну, ну, короче, у нас тут и баги есть, которые чинить надо, и всякое такое. В общем, мы тут это, я так понимаю, в Лос-Анджелесе со студентами Cal State объединились, и они будут делать нам работу, на которую у нас не хватает рук. В принципе, кстати, нормальная история. Мне бы как студенту было бы интересно поковыряться в движке браузера, ну, это довольно очень такая сложная инженерная задача. Баги чинить, на самом деле, я всегда считал, что это самый верный способ разобраться, а что вообще происходит, потому что причина бага частного лежит вообще непонятно где, и тебе приходится раскопать все. Прикольная, конечно, практика, но вот просто не ожидал от того, что Firefox, как и все в этом плане, действительно так со студентами, я так понимаю, бесплатно просто они им чинят что-то и получают в итоге что-то рабочее. Они активно работают на веб-экстеншен-манифест версии 3. Если кто-то работает с экстеншенами в Firefox, да и в целом пытается делать кросс-браузерные экстеншены, в общем, есть третья версия манифеста, она развивается, и потихоньку браузеры ее дотаскивают. Есть различия с манифестом второй версии, и, в общем, по факту они здесь потихоньку просто дотягивают то, что нужно. Какие-то механизмы нужно прямо написать с нуля, потому что там общение с теми же самыми запросами, оно отличается, потому что, ну, в свое время, короче, задумались о безопасности, что, кажется, экстеншену давать доступы ко всем-всем-всем запросам не совсем правильно, но при этом надо. Ну, есть те же самые отблоки, которые должны работать как-то с запросами, там целая история была, я помню, там в Твиттере обсуждалось это на GitHub. В общем, просто взять и заблочить экстеншены кажется неправильным, они многие полезное дело делают, но нужно придумать механизм, который будет делать это безопасно для пользовательских данных. Ну, и они поработали над DevTools'ами. Опять же, добавили скорости открытию дебаггера, теперь он открывается от 6 до 9% быстрее. Кстати, прикольно, у них есть такие панельки, которые показывают на релизе, что там ускорилось и что замедлилось. Причем замедлилось, это справа рисуется красненькое, а ускорилось слева зелененькое. Визуально прикольно такое решение. То есть, ты понимаешь, что если справа, то значит, что-то пошло не так. И на 90% ускорили открытие редактора стилей, если открывается минифицированный файл. Вот это, кстати, даже интересно, в чем там был затык. Я бы выковырялся, если было больше времени, но тут реально минифицированные таблицы открывались очень медленно, и их тоже как бы сделали быстрее. Кстати, мы вот в прошлом выпуске много говорили про PIP, Picture in Picture. Они над ним тоже работают. И в этот раз добавили кнопки, ну, такие удобные, назад-вперед на 5 секунд. Вот это прям очень крутая штука, потому что мне чего действительно не хватает в PIP. Там клавиатурная навигация у меня не работает, там хоть я и фокус ставлю, не знаю. Ну, по крайней мере, вот в Chrome тоже есть с этим беда. А здесь они добавили эти прям кнопочки, но они заранее предупреждают. Это пока что там никакой дизайнер над этим не работал. Мы какие-то кнопки взяли, и все. Потом будет нормально. Мы, честное слово, позовем настоящих дизайнеров, и они все сделают красиво. Но пока хотите, можете поиграть вот так. А субтитры нет? Ничего не сказали? А вот пока нет. Так у них-то все работает. Это у Вашингтона Поста ничего не работает. Ну ладно, слушайте предыдущий эпизод. Да, я просто думал, что, может, они уже послушали предыдущий эпизод, или они как бы с задержкой слушали? Ну это за август. Это новости за август. А мы вышли в сентябре. Ладно, тогда будем ждать от них осенью. Вот. Ну и на самом деле, это короткой строкой. На самом деле, они там еще пишут дальше чуть подробнее. Можете тоже почитать. Мне вот еще из интересного, что зацепил взгляд, у них появилась визуализация форм-дата. Когда вы создаете форм-дата через JavaScript, это в целом, чтобы вы понимали, это не массив и не объект. Это вот такая какая-то особая структура, которая, ну, по факту, должна сформироваться вот в это. Как это? Ключ равно значение. Это вот, собственно, совместимость с тем самым get-форматом. Ну, типа, постформатом тоже в этом плане работает. Ну, короче, неудобно это читать. Кстати, равно они мешаются, особенно если равно в данных. Они сделали прикольную визуализацию. Мне чем нравится, что они сделали? Они сделали не вот ключ-значение, как в объекте. То есть вы, когда пытаетесь посмотреть дебаггеры форм-дата, там можно было name двоеточие и значение там имени, да? Они сделали стрелочку. Ну, то есть уже как-то визуально цепляет, что это не объект, что это что-то другое. Но при этом у тебя есть соответствие, что вот в форме было заполнено там фамилия такая-то, имя такое-то, адрес такой-то. Читаемая достаточно штука. Интересно. Вот мне хотелось бы посмотреть, добавить ли такое в других браузерах, потому что, насколько я знаю, Chrome все это выводит просто как вот работает, как с объектами. Форм-дата, она отличается. И для дебага это часто полезно. Ну, и из CSS-ного. Они добавили поддержку при просмотре CSS, вот в этой панельке, где мы обычно смотрим наш CSS в дебаггере, они добавили отображение, в общем, у директивы supports, что за support сработал. Вот это прикольная история, потому что, ну, часто непонятно, откуда стиль пришел. У нас в последнее время все больше и больше оборачивается в supports какие-то новые фишки. Теперь вы будете видеть, что это действительно пришло из supports, и какой из них сработал. Плюс они добавили туда же контейнер, add-container правила, но при этом они тут же пишут, что пока что add-container в Firefox не работает. Вы можете его включить в экспериментальном флаге, но в досталзах показывать будем, когда оно сработает, конечно. В общем, по факту они заранее затянули какую-то штуку, которая уже будет работать, как только это включится в продакшене. Ну, и приятно видеть, что браузер, да, тоже активно работает над внедрением container queries. В общем, кажется, к концу года вот этот интероп, который они обещали всеми браузерами сразу, действительно все дотянут. В общем, я все больше и больше люблю эту инициативу, просто потому что браузеры договариваются делать мне, разработчику, хорошо, и вот обещают это делать, и к концу года реально делают. Ну, мне как разработчику кайфово, при этом я на это не трачу вообще ничего. Ну, и не только Firefox на этой неделе был источником новостей, да, ведь прошла конференция Apple, на которой показали много технических веб-новинок, да. Это Safari Technology Preview 153. Ну, во-первых, наверное, самое важное, что нам нужно знать, что ребята потихонечку готовят браузер к релизу. Я надеюсь, это в октябре, ну, октябрь-ноябрь, в октябре, по идее, должно релизнуться MacOS, и там должен релизнуться Safari. По идее, все, что они вносят в Technology Preview, мы так или иначе увидим. Иногда этот список отличается в итоге, то есть что-то оставляют в Technology Preview, если они не допилили к релизу. Но в целом, как бы мы, по идее, уже должны увидеть вот этот новый браузер с кучей всего поддержанного. Как-то обсуждали, что они уже заморозили Safari 16, Golden Release, или там RC, или как они его называют, по-моему, еще в августе. Так что я думаю, что то, что мы сейчас видим в Technology Preview 153, это уже скорее то, что будет в 16.1 и дальше. Слушай, а я помню, как они в том числе успевали бэкпортить что-то из Technology Preview перед релизом, потому что, в конце концов, в Safari все еще бета 16-я, и, по идее, у них есть возможность. То есть, да, опять же, мы не знаем, что именно уйдет в релиз, поэтому здесь есть такая небольшая неизвестность пока. Увидим конкретный changelog с 16-го Safari, сможем об этом поговорить. Но это их браузеры наделать, что хотят. Ну, что я тут еще могу сказать? Ну, их же браузер. Что добавили в 153-м Safari? Technology Preview. Что мне бросилось в глаза? Во-первых, добавили в JavaScript импорт assertion. это возможность расширения ES модулей, спецификации ES модулей, когда вы можете не только импортить себе JavaScript, но и импортить уже заготовленные JSON. На самом деле, не только JSON. Вы передаете в импорте отдельный объект, в котором у вас есть ключ type, в котором вы задаете значение того, что вы собираетесь импортить. JSON вы задаете туда прям текстом, и в итоге получаете обычную JSON. То есть, вот не надо вот этих вот фетчей, не надо как-то подключать файл отдельно. Все упрощается, единый синтексис, и все хорошо. Импорт assertion, насколько я помню, я не помню про Firefox, но Chrome это, по-моему, или релизили, ну, короче, это, по-моему, давно должно быть в Chrome. Чуть ли не год назад была статья об этом в блоге движка V8, поэтому тут Safari, наверное, догоняет. Что еще? Еще очень, ну, вот я по твиттеру заметил тоже, в том числе. Почему по твиттеру говорю? Потому что для меня как раз-таки, видимо, это кусочек спецификаций, который прошел в тот момент, когда мне было не очень до спецификаций. Вы помните, да, мы начинали, когда несколько выпусков назад, я говорю, ой, я тут как бы пропустил, кажется, полгодика или около того, а что у вас случилось? Ничего себе у вас случилось. Так вот, текст фрагмента. Technology Preview к себе подтянул кусочек реализации тех фрагментов. Я, как понимаю, он уже частично был реализован, и они как бы потихонечку добивают эту спецификацию. И для меня было странным, когда я увидел, что это. Потому что, если я правильно понял, а вы меня вот тут поправьте и помогите мне разобраться, да, спецификация тех фрагментов, она отвечает за кусочек урла, который определенным образом собирается для того, чтобы легко вытаскивать оттуда параметры и вообще взаимодействовать этой историей, в том числе, наверное, чтобы удобнее было в SPA-приложениях и вот в какой-то динамической истории. Это так? Ну, не совсем. Это спецификация, которая позволяет тебе ссылаться на какой-нибудь произвольный фрагмент на странице. Ну, то есть, если бы мы ссылались на страницу по ID-шнику, для этого в урле должен быть ID-шник и на странице ID-шник. А тут у нас на странице нет ничего. Но у нас в урле есть тот же самый текст, который есть на странице, и мы берем этот фрагмент текста и говорим, вот, пожалуйста, покажи мне на странице, подсвети тот самый текст, который есть в урле. То есть, такой ленивый ID-шник, который, с одной стороны, позволяет проще ссылаться на какие-то фрагменты текста, ну, то есть, для поиска это важно, для какой-нибудь Википедии, наверное. С другой стороны, ну, вот такой вот для этого должен быть синтаксис удивительный. Ну, примерно так. Ага, отлично. Ужасный синтаксис. Кто это придумал? Вот ты так красиво подводил. Да я просто увидел, когда вот эта вот решетка, вопросик, тильда, ой, двуиточие, тильда, двуиточие, и дальше вот пошло, господи, кто это придумал? Мне кажется, у них в какой-то момент просто была проблема. Уже есть хэш-синтаксис, уже есть вопросительный знак, уже есть что-то зарезервированное, используемое в вебе, и нужно придумать что-то, что мы добавим, и ни один сайт не сломает. И им пришлось вот придумать вот такую вот пипяку. Не, ну, смотрите, это все первым делом реализовали в Хроме, и, в принципе, обсуждение какое-то было на эту тему, но понятное дело, что ребята из Хрома, скорее всего, лидировали. Более того, скажем, эта штука существует, мне кажется, достаточно давно уже. Я бы не сказал, что год, но чуть меньше. Томас Штайнер про нее много писал, и там даже расширение для Safari написал, которое добавляет поддержку, что интересно. Ну, это я сужу, потому что я увидел это в первый раз для себя, понятное дело, возможно, уже все обсудили и поняли, что другого варианта нет. Простите, будет пипяка, да? Никита, правильно пипяка называть это? Не, ну, штука. Не знаю. Штука? Подожди, ну, много разных штук есть, а пипяка одна. Странный синтаксис. Давай более так формализованно. На что я обратил внимание? Вот как из прошлого выпуска. А оказывается, спека тех фрагментов это комьюнити драфт. Он до сих пор драфт, он до сих пор комьюнити, хоть он реализован, как я понял, во всех браузерах. Не, подожди. Он сейчас поддерживается в Хроме и начинает, возможно, будет поддерживаться в Safari. В Firefox ничего похожего нет. А, ну вот в самой спеке тех фрагментов просто написано, что частичный синтаксис поддержан в Firefox 104. А, ну, значит, что-то там частично работает, но, насколько я понимаю, все еще нельзя к произвольному фрагменту текста слинковаться. То есть, возможно, изначальная поддержка какая-то появилась. Но, опять же, получается, что спеки до сих пор нету в правильном месте. Мне кажется, Леш, у нас с вами немножко неправильная картина того, как оно должно быть. Возможно, у нас какие-то, не знаю, старые воспоминания о том, что, типа, вот эти вот спеки, V3C-шные, обязательно, чтобы была прям вот, типа, настоящий драфт на домене V3.org, а иначе это все какая-то поделка какая-то. Ну, правда, сейчас из комьюнити-драфта начинают реализацию делать, потом, типа, вторая реализация, и потихонечку уже двигается дальше. Мне просто интересно, ну, я понимаю, может быть, а у тебя есть вот в голове вот четкий прозрачный процесс, как вот предложение сообщества должно сформироваться, дойти до стандарта? Просто вот мне почему нравится сейчас то, как все происходит в JSON, потому что там прозрачно. Там точно так же приносятся абсолютно сумасшедшие идеи. Они проходят определенные статусы, определенные стейджи, и там понятно, что это, почему оно появилось, и когда оно будет, как бы, официально в спецификации. Потому что, как бы, все, что неофициально в спецификации, опять же, в JS, мы знаем, что этого может и не быть, да. Вот у меня такое ощущение, у меня лично, да, сложилось, что я сейчас не понимаю процесса того, как происходит в API-ах. Тут же вполне, ну, смотри, ты говоришь спецификация от сообщества, и вот здесь можно уже сразу говорить про эти текстовые фрагменты, что это не был заказ сообщества. Там была история, вполне себе заказ Google поиска, потому что, как только эта фича появилась в Хроме, она уже в этот же день работала в Google поиске. То есть, Google поиск был заранее готов к поиску вот этих текстовых фрагментов. И то есть, это по факту задача поисковика, быстро вывести тебе тот кусочек с большого, огромного сайта, который ты хочешь найти. А потом они уже начали такие, а давайте спеку вокруг этого напишем, давайте это легализуем в стандартах и так далее. То есть, сообщество на самом деле, я не очень представляю, как это использовать на самом деле на сайтах. Это удобно в браузере выделить и типа скопировать ссылку на выделенный фрагмент. Это для пользователей. А вот, чтобы я прям эту функциональность как-то запихнул в свой сайт, вот я, честно говоря, не очень представляю, кроме как если поисковику действительно искать такие штуки. Не, ну представь, что ты какой-нибудь сайт медиа, и ты хочешь сделать ссылку на какой-нибудь абзац своего текста. Тебе нужно себе абзац размечить айдишниками или сделать какую-то функциональность, типа того, что медиум делал, он там автоматически тебе, по-моему, при прокрутке какие-то айдишники выставлял, чуть ли не в урле. То есть, это было очень стрёмно. А сейчас ты можешь условно выделить что-то на странице и рядом с этим выделением добавить, чтобы всплыла иконочка какая-нибудь. Ты на иконочку нажал и скопировал ссылку на этот фрагмент. Вот так, например. И у тебя в буфере обмена появится ссылка на URL, в котором этот текст-фрагмент сразу же обозначен. Мне кажется, хорошая фича. Это нужно не только поисковику. Сам процесс, который я это писал, действительно, ну как бы, со всеми хорошими вещами в мире. Если это кому-то, если это не нужно кому-то, если есть просто люди, которым лениво кажется, что, наверное, это будет полезно, но эта штука никуда не двинется. Всегда нужны какие-то, не знаю, лоббисты, что ли, люди, которые этим активно занимаются. И вот Леша говорит про то, как все очень мило и хорошо в TC39. Ну да, хорошо, потому что у них одна спека, которая, в общем-то, внедряется потом, не знаю, в два, в три движка, в зависимости от того, как повезет. А тут у нас очень много организаций, типа VATVG занимается HTML и пучком других спецификаций. У нас есть V3C, у нас есть TC39, и у всех разные процессы. И очень часто этот API имеет отношение к разным спекам тоже. Соответственно, одно API какое-нибудь, и разные организации, разные процессы. Все чуть сложнее. Если все было так же просто, как JavaScript, то, ну... Да нет, я это прекрасно понимаю, всю эту сложность. Но она же не отменяет того факта, что когда огромное количество людей хотят повлиять на что-то, у них хоть какой-то процесс-то должен существовать. Вот я себя поймал на мысли, что я в какой-то момент потерялся в этом процессе. Я вот не понимаю, вот в эти, да, из V3C community group должно ли это куда-то дальше двигаться? Потому что это ведь инкубатор. Они там прямо говорят, это инкубатор V3C, это не стандарты V3C, это как бы инкубатор. И там прямо как бы есть принадлежность к V3C. Тут повсюду V3C, 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 V3C. Есть ли какой-то понятный процесс, когда оно должно там появляться? Или оно вообще не для этого? То есть вот, понимаешь, я вот этого не понимаю. Я, к сожалению, не так хорошо разбираюсь в V3C-шной политике и всех этих процессах, чтобы понять. У меня тоже в голове сложилось ощущение, что после комьюнити-группы должно быть какой-то черновик, который все еще обсуждают потом всеми, и только потом начинают реализации. Но тут, видимо, не знаю, побыстрее решили все это сделать, потому что было очень нужно и очень хотелось. И более того, чем больше браузер, тем больше в нем монополия, тем проще какой-то компании это все провернуть. Тут дело не только в деньгах, но еще и в... Условно, если бы, не знаю, сервисами, поиском Гугла пользовались 30%, 40%, 50% другими браузерами, а не Хромом, им бы пришлось бы говорить с другими браузерами. Поэтому поставьте себе сегодня Firefox или Safari, и тогда пути появления фичи в вебе будут другие. Да, я с тобой согласен. Но мы с вами тоже часто натыкаемся на... Разбирая проблемы, например, доступности или устройства, которые работают с доступностью, либо другими инструментами, которые работают поверх спецификации, поверх описанного поведения, да. И вот есть какая-то вещь, текст фрагмента, да, в комьюнити-драфте. Вот эти вот устройства, они должны что-то с этим делать? Вот я вот, понимаешь, вот это вот тут бардак. Мне хочется сказать почему-то, что здесь бардак есть. Я не говорю, что плохо, что они пытаются быстрее реализовать. Да, это хорошо, это круто, что даже видишь тут у нас комьюнити-групп-драфт, а он уже реализован во всех браузерах. Ну, то есть в Firefox и Safari частично, то есть я как понимаю, Safari 16 сейчас это допилит, останется Firefox, который должен будет допилить, и все. Ну, то есть по факту браузеры-то очень близки к этому. А дальше-то что? Ну, у нас же не только браузеры это реализуют. Так-то да, так-то да. Я не знаю, куда это все пойдет, возможно, обычно, если условно Safari поддержал, значит, типа, не такой уж плохой API. Это наш такой датчик адекватности в вебе, что ли, Chrome, YOLO, а Safari такой на-на-на-на-на, мы подумаем, мы подумаем. Ой, смотрите, ну, нормально. Подожди, а Firefox тогда кто? Я не знаю, кто здесь Firefox, но Firefox, типа, если у них, если они по карманам наскребли мелочи, наняли студентов, они им сделали. Нет, они такие, знаешь, симпы, как бы смотрят, кто нравится, за тем и идет. Я не знаю этого слова, но звучит интересно. Понял. Ладно, вернемся к технологии превью-то, да, потому что, на самом деле, сделали очень много. Опять же, я так по чуть-чуть удивляюсь, да, иногда. Если CSS брать, вспомним про firstline, псевдоэлемент, вот, добавили, что внутри него можно задавать изображение на бэкграунде. Во-первых, в этот момент я удивился, что там нельзя было так. Да, и все вот эти вот псевдоэлементы, связанные там с first letter, first line, маркер и какие-то еще, наверное, они все, они такие, я страшно разочарован, был в псевдоэлементах, когда первый раз их пощупал вообще много-много лет назад, и недавно снова разочаровался, когда наконец-то руки добрались поработать с псевдоэлементом маркер. Там типа, можно сделать вот это, вот это, а остальное, ха-ха, удачи. И я снова использую для маркеров списков before, after. Ну, здравствуйте. Ну, да. Ай, такую фичу продолбали. Ну, в общем, да, это приятно, что кто-то иногда расширяет возможность first line, мне кажется, они это сделали для браузерной совместимости скорее, чем от, от щедрости души, вот. Ну, в общем, а так... Не, подожди, подожди, они внедрили forced colors, это хорошо. Это такая фича для доступности. Условно, у вас в браузере то, что вы нарисовали стили, у вас базовые, можно сделать светлую тему, темную тему. А иногда пользователи предпочитают сделать из вашего сайта то, что им нравится. У вас появляется черный фон и какие-нибудь желтые для текста, желтый цвет и для рамочек желтый цвет. И некоторые бокс-шеду перестают работать. В общем, веселье. Это называется forced colors, это для тех пользователей, которым важна очень высокая контрастность. Допустим, на Windows есть режим высокой контрастности, по-моему, на macOS тоже есть альтернатива какая-то. Вот. Это такая вот фича доступности. Тестировать высокой контрастностью полезно, готовить ваши интерфейсы к высокой контрастности тоже полезно, потому что я говорю, там типа бокс-шеду перестают работать, например, еще какие-то нюансы. Поэтому можно написать какой-нибудь add media forced colors и что-нибудь поменять в ваших стилях, чтобы оно лучше работало с форсированными цветами. Такая вот фича доступности. Спасибо Safari, что поддержали. Я, знаешь, в первую очередь подумал почему-то, что это можно активно применять в этом reader-моде. Ну, они же типа перерисовывают. Ну, там очень специфический, скажем так, вариант цветов для этого forced colors, так что это скорее другое. Но раскладка ваша сохраняется, сохраняется просто вот некоторые CSS-ные свойства и цвета начинают работать по-другому. Для меня самый интересный фикс, который я нашел, это псевдоэлементы. Оказывается, все это время были чувствительны к тому большие буквы, у меня они написаны или нет. И я был в шоке, да. Ну, типа, уже просто привычно, что у тебя всегда в пайплайне где-то есть минификатор, он все приводит к маленьким буквам, и, в общем, ты как бы не паришься особо, да, классы не трогает, все остальное, в принципе, там как-то на автоматом все делается одинаково. Я никогда даже не задумывался, что есть такой баг, а они его починили только сейчас. Там в баг-трекере он был заведен, по-моему, в 19-м году. Суть в том, что если вы пишете before caps'ом или bef caps'ом or маленькими, оно не работало. И самое прикольное, что баг-фикс состоит ровно из одной строчки. То есть я посмотрел commit, они просто добавили там рядом с функцией, которая работает с псевдоэлементами, они добавили там какой-то декоратор, который делает кейсы insensitive, и все. Ну и тестов, кстати, написали, за что спасибо им, они там как раз-таки баг-фикс, и много-много тестов, которые на всякий случай это все проверяют. Но это потрясающе. То есть я даже не задумывался, что оно не работает, хотя уверен, что кто-то с этим сталкивался, раз все-таки баг заведен. И с 19-го года починить не могли. Нет, если вы думаете, вот наши дорогие слушатели, если вы думаете, что браузеры это современные, стабильные, надежные машины, просто почитайте какой-нибудь мелкий релиз ноут, не крупный, где фичи, про фичи говорят, а мелкие релиз ноуты, типа технологии превью, канарейки, там, фаерфокса. В каждом релизе, типа каждые там несколько недель мы видим какие-то баги, которые, которым, не знаю, по 15 лет, какие-то совершенно дурацкие. И я думаю, господи, как он вообще с этим работал, как он вообще не крэшился каждые 5 минут, но тем не менее. А потом вспоминаешь, как Никита удивленно в начале выпуска сказал, кстати, Mozilla набирает стажеров себе, много мелкой работы. А, ну понятно, в принципе, сложилось, и все. Не, на самом деле, очень многое изменилось с тех пор, как стояли писать платформ-тесты, как появились вот эти вот compatibility, или как там, interperability, сложное слово, совместимость, все эти инициативы по совместимости браузеров, это все здорово улучшилось, потому что теперь есть на что опираться. Как бы без тестов ты можешь, у тебя может быть своя идея того, как все должно работать, а с тестами ты понимаешь, что должно быть на самом деле. Слушайте, а вы заметили, вот я для себя тоже подметил такую вещь, что есть время, когда были тесты Asset 2, Asset 3, и браузеры прям, типа, ну, сопротивляясь, типа, неохотно, но как бы это же общий маркетинговый какой-то типа вайп вокруг этого всего, типа надо, да, вот мы себе бейджик ставим, и мы типа лучше, а вы вот можете упираться сколько хотите, но без бейджика вы не очень. Да, и все такие, ладно, мы Asset 2, типа, поддерживаем, Asset 3 мы поддерживаем, и все такое, и потом было какое-то такое долгое время, когда, единственные, по-моему, тесты такие были, это, точнее, сравнивал кифич, это вокруг ES6, ES2015, ES17, ES17 спек, JS, да, а на WPPI так типа, ну, на HTML, CSS так типа, ну, нормально уже, зайдет, вот, там кто-то пытался тест-кейсы писать, там помню, CSS 2.1 решили, типа, наконец-то уже, когда уже там далеко ушли вперед, такие, ой, давайте его все-таки опишем полностью тестами Microsoft, как-то помню, пришел, вот, и все, и вот сейчас, смотрите, мы все ругались, ругались, Safari плохой, там, Firefox хороший, Chrome, как бы, всех уничтожает своей популярностью, и взяли, запилили Interop, это 2022, да, вы посмотрите, сейчас же каждый бежит, Джен, в первую очередь, такая, а у нас 100%, смотрите-ка, мы уже молодцы, ну, там не 100%, там по некоторым категориям 100%, ну, ну, да, это, но важно, важно, тесты, вот такие вот общие, платформенные, очень сильно двигают, и это браузеры, и это лучше всего двигает, чем заходить всякими разными веб-адвокатами к друг другу в треды и говорить, нехорошо вы не запиливаете вот это вещи, ай-яй-яй, ай-яй-яй, а вот берешь, запиливаешь такой общий тест, маркетинг к этому подключаешь, все как-то вот начинает двигаться в эту сторону, Interop 2023 нужен. Будет-будет, а у нас тут сначала про браузеры, извини, Леша, за твою подводку. Мы засиделись, ты хочешь сказать, на браузерах, да, вот эти вот Firefox, Chrome, Safari слишком мало, нужно больше браузеров. Нужны новые браузеры, да. Но мало того, что нужны новые браузеры, хочется еще и перепридумать браузеры, потому что, ну, они в целом не то, чтобы очень сильно как-то поменялись за всю их историю. Но это те же самые вкладочки, те же самые странички, взаимодействие, то же самое. А ребята в нью-йоркской компании браузеров собрались и решили такие, мы хотим перепридумать браузер. И, как мне кажется, они пытаются просто стереть границы между системой и браузером, и чтобы у тебя просто любой сайт был как приложение, встроенное в твою систему, и чтобы все твои взаимодействия работали прямо как в макоси со спотлайтом и все такое. В общем, появился для меня совсем недавно, но на самом деле вроде как довольно давно, браузер ARC, который пока что нельзя скачать, можно пока посмотреть только видяшки и встать в очередь на вайт-листе и посмотреть, что там есть. Да, я счастливый обладатель этого браузера, я его открывал два раза, первый раз я ничего не понял, второй раз я подумал, ну не может быть такого быть, может быть, я слишком стар для этой фигни, открыл его еще раз, пытался поразбираться, все равно ничего не понял. Да, так что они израсходовали инвайт на меня зря, потому что что-то я не знаю, что с ним делать, он слишком непредсказуемый по своему поведению, слишком непонятный для меня. Именно для этого они завели каналчик. и медленный. Я условно ресайзжу окно с каким-то сайтом и он такой бэп, 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 сайтик ресайзится вместе с ним со скоростью какой-то, ну в общем, не аппаратно ускоренный совершенно. Я не знаю, что они сделали с хромом, вокруг которого все завернуто, но выглядит как-то медленновато. Никита, тебе не кажется, что они сейчас, Вадим с Юлей, выглядит какое-то тайное сообщество, о чем так говорят? Я вот даже толком не могу понять, что там, что там внутри, вы хоть опишите как-то, ну это типа обычный браузер, обычный прямоугольник, в котором просто открываются сайты, но он медленный. Вот Леша просто с языка снял, просто мы с Лешей в Этлисте тоже как бы есть и хотим посмотреть, а Вадим такой, мне не зашло. Да, что там, дайте посмотреть, отдай инвайт. Не могу. У них есть каналчик на ютубчике, где они рассказывают туториалы, как пользоваться этим браузером и в чем собственно его отличие от всех остальных браузеров. И видяшки совсем свежие, они там за последние две недели выложены, и там они показывают как раз, чем он прикольный и в чем его отличие. И они пересобрали структуру самого этого окошка браузерного и немножко все подвигали, поменяли в разные места, вытащили там превьюшки, сделали сплит экрана внутри прямо браузера, а не чтобы у тебя было две вкладочки, в смысле два браузера открытых, чтобы засплитить экран и все такое, что там все можно драг-н-дропать, все там скрывается, показывается, когда тебе надо, контекстно, туда-сюда, в общем, какая-то магия, но все, что у них на видяшках, оно немножко не то же самое, что Вадим показывал, потому что у них там на видяшках всякая красота, градиенты, единороги прыгают, у Вадима вообще не то же самое. Ну да, я просто открыл сайт веб-стандартов в этом браузере, кинул скриншот в чатик наш, ну типа браузер как браузер, только вкладки слева, ну и вся вот эта вот панель, она полупрозрачная, браузерная. Там просто есть какие-то хорошие идеи, что там типа прямо в адресной строке есть кнопочка скриншот и скопировать ссылку. Эти вещи люди частенько делают, а в обычных браузерах, а сейчас это далеко, где-то контекстных меню, если вообще удобно, и у них там есть библиотека скриншотов, где можно хранить. То есть это, в принципе, попытка сосредоточиться на браузере, который, ну вот реально, попытка переизобрести браузер, исходя из современных потребностей пользователей. То есть вот с чистого листа, что прямо сейчас человеку нужно, а не что исторически сложилось и так далее. Просто если для того, чтобы воспользоваться браузером, тебе нужно посмотреть туториалы, мне кажется, у такого браузера мало шансов. Иногда вот такая вот кондовая вещь, как браузер с обычными вкладками и поисковой строкой вместе с адресной строкой, это все, что действительно будет массово. Но мне кажется, что хорошо, когда появляются профессиональные инструменты или альтернативные инструменты. То есть есть же всякие гипернавороченные браузеры типа Vivaldi, которые там из старинной оперы ведут свои хвосты. Есть всякие очень специализированные браузеры, даже платные, типа Polypane называется браузер. Ну точнее, это не браузер, это инструмент для тестирования адаптивности всякой. По сути, это браузер, в котором можно просто пооткрывать несколько вьюшек вашего сайта локально развернутого, и вы можете там разные ресайзить, его там разные штукой менять, настраивать и так далее. Это тоже браузер, просто для других задач. Если появится еще один альтернативный браузер, который будет челленджить, скажем так, дефолты интерфейсные, которые у нас есть прямо сейчас, мне кажется, это будет хорошо. Возможно, даже какие-нибудь разработчики браузера будут на это поглядывать, но не факт. Добавлю к твоему списку специализированных браузеров, браузер опера, но не обычную, а оперы GX. Вот, это опера для геймеров, для стримеров, и на самом деле, вот она прям. Вот это, то, что они делают, это никому не нужно, кроме людей, которые стримят и играют. Они там упарываются по троттлингу CPU, по троттлингу нетворка, они там над приватностью следят, стараются как бы не доставать данные, которые ты в браузере показываешь, ну, как бы не светить лишней информацией. Вот типично как бы взяли маленькую целевую аудиторию и для нее как бы попытались запилить. Я почему так расспрашиваю, потому что ARK на своем, ну, кстати, красивом лендинге, аккуратненьком, сказали в конце такую фразу, от которой ты такой думаешь, да, я хочу. Они говорят, готов ли ты оставить старый интернет в прошлом, ну, условно, идти как бы в будущий интернет, скажем так. Я такой, да, я готов, давай. И ты такой расскажешь. Ну, они просто в интерфейсе кнопочки местами поменяли. Нет, я думаю, я думаю, будущее интернета это встроенный браузер в Инстаграме. Нет? Там есть еще очень классная штука, о которой они постоянно говорят в роликах. Это не то, что суперявновидно, это скорее в использовании заметно. Они идут против гнета корпорации, так сказать. То есть они вытаскивают всякие штуки, типа плееров и другой какой-то полезной информации наружу, чтобы тебе не нужно было, как они говорят, отвлекаться на то, что тебе рекомендуют корпорации, чтобы ты остался на их сервисах и платил им больше денег. То есть, например, если ты слушаешь музыку где-то, они выносят плееры наружу, чтобы ты не заходил к ним на страницу, а мог им полностью пользоваться, то есть там вперед-назад запаузить, залайкать туда-сюда. В общем, все контролы наружу. И вытаскивают каким-то образом части страниц тоже в превью наружу, чтобы можно было что-то из этого сделать. Опять же, аргументируют это тем, что тебе не нужно заходить на сайт этого сервиса и куда-то там проваливаться еще и оставаться там надольше. То есть, сфокусировать свое внимание только на том, что тебе нужно, а не им. Похоже на старую идею сделать из браузера операционную систему, да? Не находите? Ну, это скорее поиграть с задачами, которые есть у пользователей и предложить им порешать их получше. Понятное дело, что условный Google, который разрабатывает свой Chrome, вряд ли заинтересован, чтобы люди смотрели YouTube за пределами YouTube, потому что, или, не знаю, там, фильтруя рекламу или еще что-нибудь такое, это все другие, это просто другие интересы. Вот всякие альтернативные браузеры, это хорошо, мне кажется, не только потому, что у них новая идея, а потому что они, как вот Юля сказала, позволяют себе какие-то инди-фичи, которые противоречат интересам компании, например. Ну, здесь еще интересное такое совпадение. Если этот браузер когда-нибудь выстрелит, индексоидом станет сильно сложнее, потому что у нас же не гид, у нас арк, он точно так же пишется, типа, посмотри в арке, и вот сидит разработчик через 10 лет такой, так, а что от меня хотят? Это надо код посмотреть или в браузере открыть? Ну, извините. Том Биггилайзен, он собирает все, что работает в SVG в большинстве браузеров, но в каком-то не работает. Причем чувствуется, что его явно смущает Safari, потому что он прям приводит исчисы, которые сам нашел, что вот это как бы был заведен баг и в Chrome починился тут же, а в Safari до сих пор не починен. Этот был баг заведен, в Chrome починился там через месяц, в Safari до сих пор не починен. И, собственно, препозиторий создан для того, чтобы, как бы, цель, если наберется много таких исчисов, действительно попробовать протащить его в Interop 2023. И если получится, почему бы и нет? Хочется, кстати, да, заметить, что он почему-то Firefox там вообще нигде не упоминает. То есть там, видимо, Chrome, Safari и все, что у него есть на ноутбуке. Тем не менее, вы можете принести какие-то вещи, если вы действительно много работаете с SVG, вы можете как-то нанести пользу комьюнити, достать вот эти странные баги, которые вы ловили. Может, в Chrome, кстати, есть что-то, что в Safari работает, а в Chrome не работает. И вы с этим прям сталкивались. В общем, классно бы такие штуки перетащить, собрать в одном месте, и, возможно, в следующем году все браузеры возьмут это, накинутся и починут. Ну, один из эффектов, который этот Том уже поймал, он затегал кого-то или просто поднял небольшой шум, и пришел Николас Циммерман из WebKit и говорит, мы тут пишем новый движок для SVG, для WebKit, и многие проблемы, мы упомянуты, уже решены там, потому что мы решили все переписать. Видимо, они решили сделать аппаратное ускорение SVG, потому что вроде бы в Chrome оно уже есть. Не все они там закончили, а в WebKit нет. В общем, они работают над новым движком, который называется LBSE, что бы это ни значило. В общем, какой-то эффект уже есть, и мне кажется, что интероп условно у вас там флексы не флексятся, пофиксить сравнительно легко, а если у вас прям большой движок, который проще выбросить и написать новый, тут такое дело. Ну, может быть, это действительно в ключе, там мы уже затегали всех нужных людей, которые к этому имеют отношение. Ну, смотри, здесь интероп на самом деле очень подходит, потому что изначальная цель какая? Взять фичу, которой действительно очень много разработчиков пользуются постоянно, они потому сначала и сфокусировались на грядах, флексах, которые почти в каждой разметке современной где-то присутствуют. А SVG это тоже штука, которой пользуется много кто, так или иначе. Мы, конечно, все реже и реже пишем кастомные SVG сами ручками и просто берем из фигмы, там экспортируем и вставляем, что на самом деле не всегда правильно. Вот, но тем не менее, SVG пользуются все и какие-то баги почините, чтобы у всех просто заработало, где не работало, ну это тоже классная идея. Но здесь тоже ключевая история, нужно собрать действительно список таких багов, потому что типа взять направление, в котором там 4 бага на все браузеры, никто это чинить не будет, ну в смысле они починят это просто как багфиксы когда-нибудь. Но типа сказать, мы починили SVG, ну это будет тяжелее, если нету таких действительно примеров. Я тут немножко сомневаюсь в том, насколько это может стать прям приоритетом, потому что, ну во-первых, условно, тут помянуты в основном Safari, а во-вторых, баги очень специфические, типа текст ленд какой-то там, какой-то атрибут или метод, что-то там не работает, что-то там с текстом на нон-скейлинг строках, что-то там тоже не работает, там какие-то контенты внутри foreign object, HTML, то есть это такие нюансы, с которыми ты сталкиваешься не когда ты используешь иконки на своем сайте, а когда ты упоролся так, что у тебя там и JS, и текст, и какие-то двигающиеся текст на кривых или еще что-то такое, это прям такой advanced уровень, когда ты строишь графики на SVG, когда ты рендеришь какие-то сложные схемы, вот это да, я не говорю, что это неважно, я имею в виду, что это не выглядит как очень высокий приоритет, я бы лучше дождался аппаратного ускорения SVG, честно говоря, чем вот этого. Леша, кстати, рассказал сегодня, как поднять приоритет любой фичи, написать веб-платформ-тест, и причем веб-платформ-тест на самом деле писать может кто угодно, и как бы скор у браузера, он такой, тыц, ниже стал, еще ниже стал, еще ниже стал, а им как бы отчитываться нужно. А, в смысле, если Джен Симмонс занервничает, значит, фича появится, да? Я думал, приоритет лейбл хай поставить, и все. Хайп, хайп, Леша, лейбл нужно поставить. Кстати, хайп есть такой приоритет, мне кажется, у Джен Симмонса. Да, вот это благодаря как раз вот этой программе Interoperability. Ну, тесты работают, то есть, они, если что, в интеропе как раз-таки меряются тем, сколько у них тестов выполняется. И по факту, кстати, прикол в том, что они могут что-то починить, но теста на этого нет, они могут дописать тест для того, чтобы у других стало ниже, у самих стало выше. Или наоборот, типа, если теста нет, то у всех, значит, и бага нет. Ну, то есть, тут как бы тесты, это спецификация в какой-то мере. А ты читер, Никита, ты называешь это Interoperability, сам виноват. Мне, короче, мы как-то, знаешь, сказали Debugability и в Твиттере появился человек с таким ником. Да, привет тебе, человек с таким ником. Ребята из Доки, справочника для фронтендеров на русском языке, анонсировали, что у них появится новый раздел по доступности и небезызвестная возможно, Татьяна Фокина, которая публиковала много чего у нас, много переводов авторских статей на веб-стандартах по доступности, собственно, будет редактором этого раздела. А прямо сейчас, ну, во-первых, ребята уже выбрали самое главное, они выбрали цвет раздела, вот, а во-вторых, у них появился список задач, то есть, в репозитории Content у Доки есть обычно лейбл по разделу и там уже появилось, ну, скажем так, семь страниц на каждый штук по 30 задач, в общем, умножайте очень много всего, о чем можно написать, кажется, всю спецификацию Ария и все интересные задачи потихонечку, потихонечку разделили на отдельные иши, можно пройтись, выбрать себе, в общем, читайте документацию Доки, связанную с тем, как поконтрибьютить, но, кажется, работа началась, и это очень, очень здорово, потому что на русском языке про доступность вот так систематически написано довольно-таки мало. У нас есть MDN, который с разной успешностью пытаются переводить на русский язык, но многих действительно останавливает то, что все написано по английскому языке от того, чтобы разобраться в том, как доступность работает, то есть иногда хорошо, что все-таки есть какие-то статьи авторские, переводные, иногда хорошо, что люди дают ссылки на документацию и прочее, но иногда хочется прям, чтобы все было по-человечески просто и с такими, знаете, очень простыми примерами. Мне кажется, у Доки есть вполне себе потенциал это все сделать, потому что ребята пытаются по-человечески, по-доброму рассказать про веб-апи. Тут еще, кстати, реплика. Я почему говорю «ребята?» Дело в том, что я из проекта ушел, где-то весной стал меньше в нем участвовать, а сейчас совсем ушел, и там уже те же самые хорошие люди, но неизвестным мне занимаются, но вот то, что мы делали, когда мы запускали проект в прошлом году, то, что мы делали, когда, в общем-то, подготавливались к этому запуску и дальше его развивали, внушает мне ощущение, что дальше будет все не менее классно, чем было до этого, и вот это появление нового раздела сначала с рецептами, а сейчас еще и с доступностью. Кажется, что у ребят очень классные планы, поэтому приходите помогать. Я сам тоже загляну что-нибудь, какую-нибудь статью, или по доступности себе обязательно захвачем. Там, кстати, прям очень много ищев, подходящих для новичков, вот этот вот тэжик, который... Хороший старт, да. Да, их довольно много, так что можно начинать. Ну и хвостовый вопрос, а куда вы заходите, чтобы что-то про доступность узнать, когда вам нужно условно какую-нибудь выпадушку сделать и связать, не знаю, кнопку с выпадушкой и вообще вырубиться, как это сделать? Это какая-то статья на веб-деве, веб-стандартах или как? В Google. Ну то есть условный стак-эверфлоу топ-5 результатов, как это сделать, да? Нет, в Google. Ну вот что значит стак-эверфлоу? Ты у динозаврика спрашиваешь или что? Не, ну я типа задаешь вопрос, типа находишь, потом как бы с помощью своего опыта как бы пытаешься оценить как бы статьи. И, конечно же, не стак-эверфлоу. Ну ладно, я из тех, кто не ходит на стак-эверфлоу. Я знаю, что стак-эверфлоу супер пользуется популярностью, но я как-то вот научился находить информацию в других местах. То есть какого-то прям постоянного источника нет, где ты готов? Нет. У меня на самом деле есть два постоянных источника. Первый, меня Глассира Жур как-то приучила ссылками на настоящую спецификацию по доступности. Вот эти все прям прописанные требования, причем, да, иногда читаешь и понимаешь, что там не только про веб написано на самом деле. Ну то есть эти спеки, они гораздо шире, чем про веб, но задуматься там о каких-то вещах важно. И там критерии на самом деле довольно понятно расписаны. Мне вот что нравится, критерии по доступности, они пишутся все-таки, чтобы они были понятны, чтобы не было разночтений и так далее. Вот это большое отличие от спецификации. Критерии критериями, но когда тебе нужно посмотреть, как это должно реализовывать, все-таки нужно смотреть, наверное, на этот ария автором практичеса спеку с рецептами. А вот когда смотреть, как реализовано, все-таки я часто иду на Smashing Magazine, потому что как-то Виталий Фридман вот за прошлые два года, он как-то, вот показалось, что вот он как-то драйвил вот эту историю, он собирал большое количество таких альманахов, я не знаю, вокруг какого-то компонента. И когда есть статья про кнопку, скорее всего, там есть большой раздел про доступность. Когда есть статья про таблицы, там, скорее всего, есть большой раздел про доступность. И вот эти вот все вещи в итоге я очень часто нахожу на Smashing Magazine, поэтому я сейчас в последнее время просто иду туда, сначала ищу, а потом, на самом деле, Google, как у Лёжи. Просто я поясню тоже за Google. Ты часто ищешь, ну, то есть, есть два разных момента, да, это когда ты хочешь почитать, в принципе, о большой теме, типа вот хочу в свой проект приносить доступность, понимая, что мало об этом знаю, и хочу вот просто почитать как-то в целом, да, о доступности. Это один кейс, да, но на самом деле, когда ты работаешь и программируешь, решаешь задачи, у тебя кейсовые вопросы. То есть, у тебя конкретно что-то тебе надо реализовать, и ты не очень понимаешь, что и как нужно сделать. Поэтому, чем лучше ты умеешь задать вопрос в Google, тем более качественные ответы ты найдешь. Более того, там, любой там, да, и смешинг-магазин, много, и МДН, и справочники, и спецификации, и ДОК, и типа куча мест, где написано, как что-то делать. Но есть еще больше сайтов, где люди рассказывают кусочки информации, да, и вот твой кейс конкретный, где ты найдешь наилучший ответ на него, ты не знаешь, потому что ты сам говоришь, ДОК развивается, МДН развивается, то есть все не находятся в статичном положении, да, все развиваются, а ответ тебе нужен наилучший здесь и сейчас. Тот же самый, тобою когда-то, любимый, я не знаю, любишь ты его до сих пор или нет, Хейден Пикеринг, он же как бы не находится ни в МДН, ни в ДОКе, ни в смешинг-магазине, предположу, ну, может быть, там уже находится, да, у него свой сайт, и у него там тоже очень много кейсовых примеров, как делать те или иные вещи. Где ты его найдешь? Не, у него, у него есть свой сайт, но практически все его главные статьи переведены на веб-стандартах, поэтому я захожу на веб-стандарты и очень часто, чтобы посмотреть на какие-то статьи его. Веб-стандарты тоже, то есть, типа, ты ищешь, и тебе вот из всех хороших мест, из всех переводов и непереводов дается список, и ты читаешь, понятное дело, тоже не одну статью, а несколько статей, находишь там вот ту информацию, за которую ты пришел. Ну, это я так делаю. Кстати, я вдруг осознал, что я же часто ищу просто в Телеграм-канале веб-стандартах. Там куча же у нас ссылок, по которым искать. Собственно, в свое время Вадим и говорил, что мы перешли в Телеграм, потому что было удобнее искать, и, кажется, правильное решение. Это архив всего, с чего мы писали. То есть, там напиши слово «таблица», тебе выйдет информация от Vogue, сделай, не знаю, таблицы, хорошо сверстать, там доступность, доступности. Спасибо Телеграму хотя бы за поиск. Я сам ищу по всем всяким авторам. Типа Скотта Хара, Хиде Деврис, Майкл Шарналь и прочие вот эти вот ребята, которые при доступности пишут. Я частенько захожу в их блоге и либо в Гугле ищу по их блогам, или прямо непосредственно у них. Мне кажется, это у вас просто профдеформация. Ну, в плане, вы очень много всего отчитываете для того, чтобы принести сюда в новости либо в новости веб-стандартов, или там написать какую-то статью, выступить. А люди, которые этим не занимаются, они, ну, навряд ли даже запоминают этих людей, авторов, которые много пишут. И какие-то конкретные места, скорее всего, все-таки идут в Гугл. И что, первая попалась, первые там две ссылки, там читают. В общем, пожалуйста, обращайтесь к доке, когда все будет готово. Но гораздо лучше будет, если вы сейчас попробуете подключиться, потому что, если вы хотели разобраться в доступности, то есть очень интересный трюк. Хотите разобраться в этом? Напишите об этом. И если у вас есть интерес, мне кажется, это прекрасный повод. Плюс опен-сорс, мне кажется, будет хорошо смотреться во всяких ваших резюме и видимость в сообществе будет повышаться. Так что дерзайте. Кстати, про приятное для глаз. Я думаю, вы же замечали в вебе, что бывают такие блочки со скругленными уголками. И не только в вебе. И не только в вебе, да. И в них бывают тоже блочки со скругленными уголками. И есть такая штука, когда они не совпадают. То есть они, например, абсолютно одинакового скругления, либо у них неправильные пропорции у скруглений. И все это выглядит отвратительно. Ну, в плане, пользователь навряд ли поймет, что проблема у него именно с неправильными скруглениями. Скорее всего, он просто поймет, что что-то неряшливо, что-то поехало, что-то случилось не так. В общем, ощущение от вашего сервиса будет, ну, так себе. И тут вот Адам Эргайл закинул такую мысль добавить для бордер-радиусов спецслово, которое обозначает автоматическое вычисление бордер-радиуса относительно родителя, в котором ты лежишь. И кажется, это еще один шажочек в этот суперкомпонентный мир, когда дети не знают, где они лежат, в каком из родителей, не знают, есть у него скругления, нет у него, какие они. И им и не надо этого знать, просто ты им задаешь вот пока еще непонятное слово, типа бордер-радиус от родителей или автоматический бордер-радиус или еще что-то такое. И браузер сам посчитает, как нужно скруглить уголки, чтобы было красивенько именно конкретно в этом родителе. Мне еще просто так интересно, я буквально недавно, когда в поезде ехал, сфотографировал, скинул Юлю пример в жизни реальный, когда точно такие же отвратительные бордер-радиусы, не совпадающие, такой типа от перфекциониста Юля оценила, и вот сейчас мы обсуждаем новость, что в Вебе решили с этим что-то сделать. Мне кажется, тут не хватает одной важной вещи, нужно визуализировать для тех, кто нас слушает, потому что мы сейчас смотрим на эти картинки, такие, ну понятно же все. В общем, коробочка, у нее скруглены уголки, там, условные 20 пикселей. Внутри лежит коробочка, другая, но не просто внутри, а на расстоянии каком-то от внешней границы этой коробочки. Ну, с паддингом. С паддингом, да. Так вот, идея состоит в том, что внутренний бордер-радиус у внутреннего блока должен быть такой же, как внешний, минус этот паддинг. И тогда он будет прямо на месте. Ты поймешь, что вот если бы ты делал физический объект с похожим скруглением, если, допустим, ты делал бы такую рамочку скругленную, вот прям вот представьте себе из какого-нибудь пластика рамочку. Снаружи пусто, внутри пусто, а между вот этими двумя пустотами есть рамочка с скругленными краями. Какой у них будет бордер-радиус? Именно такой, естественный. И вот когда мы видим неестественный бордер-радиус, нам есть ощущение, что фрезеровщик в общем облажался. Использовал ту же самую там фрезу, чтобы выточить внутренний бордер-радиус. Ну, в общем, я ни разу не трогал фрезеровочный станок, поэтому не слушайте меня. А вот как раз момент того, что неестественности из реального мира, вот он тут и дребезжит. Дизайнерам плохо, верстальщикам тоже может быть плохо, разработчикам все равно, скажем так, программистам все равно обычно. Но вот тут такая именно визуальная штука. И если мы сможем написать бордер-радиус не просто 20 пикселей, там 24 пикселя, руками рассчитав все это, а сказать, чтобы браузер автоматически сходил к родителю, врубился сколько там паддингов, покрутил формулами, и такой хоба, автоматически бордер-радиус внутренний выставился правильно. В принципе, можно прямо сейчас это сделать на кастомных свойствах. Вы задаете там переменными бордер-радиус, паддинг, потом внедряете и бордер-радиус, и паддинг, а внутри используете те же самые кастомные свойства, с помощью калка рассчитываете. Бордер-радиус было бы обалденно. И сейчас вся дискуссия, я подписался, я пожалел уже об этом, потому что дискуссия бодрая, вся дискуссия идет насчет того, какое ключевое слово используют. Там есть всякие странные версии, просто уже какой-нибудь клип-пас использовать, но кажется, все придет к тому, чтобы все-таки появится ключевое слово для бордер-радиуса. Там были версии типа авто, ну авто обычно другое значит, там были версии follow, там были версии, ну изначально версия Адама Аргайла звучит, внимание, much nearest parent, обожаю ключевые слова из трех слов. В общем, если вам интересно, как CSS должен развиваться, и если вам больно, когда вы видите несовпадающий бордер-радиус, мне кажется, это то место, куда вам нужно прийти со своим мнением или как минимум подписаться. Очень приятно, что подобные задачи все-таки беспокоят не только небольшой круг лиц, а еще и тех, у кого есть возможность приносить эти идеи. Хотя на самом деле, знаете, каждый вот в этот CSS-VG-Drafts репозиторий может принести свою идею. Главное отстоять ее потом в большой дискуссии. Ну и объяснить, и мотивацию объяснить, да, что-то будет в игру. Да, чем лучше объяснишь, тем лучше пойдет дискуссия. Мне кажется, ключевое слово должно точно содержать что-то в привязку к взаимодействию от родителя, потому что как бы это основная задача этого поведения и все. А там ведь еще нюансик. Можно ведь между коробочкой, которую нужно скруглить внутри, и коробочкой, которая скруглена снаружи, вложить какой-нибудь девочек, и все, у них потеряется связь непосредственного ребенка. А ты ему этот дисплей, как он контент, который типа должен сделать его прозрачным, как он там? Не, а там была идея использовать из контейнера queries обозначение того блока, от которого ты хочешь отнаследовать вот это вот border radius. То есть типа напрямую указать, кто мой родитель. Да, напрямую указать, от кого ты нахватаешься плохого. Ага, прикольно. Слушай, Юль, говорит ли нам вот это вот упрощение к тому, чтобы вот естественное делалось проще, да, к тому, что мы можем опять в дизайне вернуться к скиломорфизму, что типа, ну вот мы вот это вот все естественное обратно заведем в дизайн. Так, скиломорфизм уже возвращался. Он возвращался в виде глаз морфизма. В целом то же самое, что-то из реального мира, просто теперь стеклянное, потому что у нас 22-й был, 21-й год, все стеклянное вокруг. И веб тоже был стеклянный какое-то время, но не прижилось. Был неоморфизм, который тоже не прижился, потому что он оказался абсолютно неюзабельным, хоть и очень красивым. Так что какая-то версия скиломорфизма точно вернется, какой-то опять морфизм. Какой? Непонятно. Но не сомневаюсь, что именно из-за border radius, скорее всего, из-за чего-то другого в мире. А помните, был еще такой border radius? Естественный border radius. Не вот этот вот машинный, типа там, где просто четверть круга, а вот тот, который такой вот... Немножко неровненький. Squirical, да? Или как? Squirical. Squirical, господи. В общем, был такой. Дизайнеры вы очень любили рисовать, но у нас, как у разработчиков, не было совершенно инструментов. Ну, кроме как сделать таблицу с ячейками, куда положить картинки. Лол. Ну, понятно, картинками его сделать можно было. Были какие-то дискуссии, как это нативно сделать в CSS, но я не уверен, что это куда-то ушло. Кажется, оно ничем не закончилось. Хотя вот Figma, например, перекочевало, и то, что Figma сейчас участвует везде, где только можно, и в этом новом браузере она участвует, как founder, и в Design Tokens Group они входят, и вообще везде ходят, возможно, тоже протащат, потому что там эти скругления как раз-таки находятся в самом видном месте, и любой вообще может их применять. Я думаю, можно очень просто в CSS, VG, драфтах поискать слово вот этот Squircle, я не запомню никогда. И, наверняка, есть это Ишья, и можно там сказать, типа, спустя несколько лет, ну что, и, возможно, кто-то проснется. Затагать Адама и кого-нибудь еще. Вы думали, что на web.dev могут писать только гуглеры? А вот и нет. Тут Мануэль Матозович опубликовал свою первую статью на web.dev буквально 7 сентября, где просто взял и практически без дизайна собрал очень простое бургерное меню, которое на десктопе, ссылочки, не знаю, просто выпрямлены, а на мобильном в e-part все прекрасно сворачивается в бургерное меню и с минимальным JS, с минимальным CSS все это прекрасно работает. И главное, что он попытался достигнуть в процессе создания этого меню, чтобы оно было доступным, чтобы можно было с клавиатуры туда пройти, чтобы можно было с клавиатуры нажать кнопочку открытия меню, закрыть, открыть, и с кандидером в процессе было понятно, что что-то появилось, открылось, чтобы можно было понять, где это меню находится в общей структуре навигации всей страницы. В общем, выпадающее меню сделанное правильно и, на мой взгляд, довольно-таки просто. Что интересно, я внимательно следил за этой статьей и, в смысле, когда читал ее, у меня в голове вспыхивали такие мысли, типа, так, да, я так же сделал, так же сделал, так же сделал, о, здесь интересно, здесь интересно, и получилось, что процентов 90 того, что мануэль сделал, я буквально там пару недель назад делал там выпадающее меню, похожее на сайте, который я сейчас верстаю, и я прошел практически по всем вещам, которые он сделал, и, наверное, они, скажем так, это общее знание какое-то, а можно поговорить про какие-то вещи, которые мануэль сделал особенно. Ну, понятное дело, что меню со ссылками это список, что кнопка для открытия этого меню появляется на мобильном вьюпорте, и это шокер. Кнопка, что там есть ариароли, которые обозначают, что кнопка нажалась, не нажалась, что выпадающее меню открылось, не открылось, все это сделано очень правильно и хорошо. Что интересного? Он запихнул кнопку открытия-закрытия в элемент темплейт, то есть у него по умолчанию это неактивная часть дерева, которую нужно склонировать и вставить на страницу, то есть он хранит шаблон своей, той части разметки, которую он собирается пользоваться прямо в разметке, а не создает там create элемент внутри JS. это интересно и мне кажется правильным, потому что разметка в одном месте лежит, это хорошо. Почему он прячет это все в темплейт, а не display nano, например, каким-нибудь в стилях, чтобы, если, допустим, мелькнуло что-то без стилей, или, ну, короче, чтобы эта часть дерева была неинтерактивна, если нет JS, потому что зачем вам кнопка, если она ничего не делает? Это, в общем, интересный подход. Я сделал просто кнопку display nano и на эту тему не парился. Тут у меня возникли подозрения, что, может быть, так и стоит делать. Ну, в общем, есть такой взгляд. А вот, кстати, по поводу темплейта, у него же большая история с тем, что пока мы не убили интернет-эксплорер, его очень опасно было вставлять в продакшн, потому что по факту для него это, ну, непонятная какая-то штука, нарисую ее display block по умолчанию. Нет, там можно было template display nano сделать в ваших стилях по умолчанию, потом, ну, в общем, там были полифилы, которые позволяли темплейтами все-таки пользоваться в последние годы жизни и я. Для кого-то он еще и не уходил никуда, бывают и такие случаи. Ну, в общем, есть такой подход. Еще меня удивило, что он решал интересную задачу, как обычно. У вас что-то спрятано, а потом вам это нужно показать, но не просто, типа, вкл-выкл, а с анимацией. И по-хорошему, если вы что-то прячете, вот прям по-настоящему прячете, это нужно прятать с помощью display nano, чтобы это было не видно на странице, ни для визуального пользователя, ни для скрин-ридера, потому что вещи, спрятанные с display nano, они в дереве доступности вообще никак не отображаются, и это все правильно. Нажимаешь на кнопку, в дереве доступности что-то появилось, ты можешь с этим взаимодействовать. Снова нажимаешь на кнопку, оно прячется. Поэтому для подобных меню я всегда использовал display nano и всегда считал это логичным. Но в чем проблема с display nano, что из display nano не анимировать. Он появляется уже сразу, а если ты какого-то трансишн сделаешь, ничего у тебя не получится. Поэтому лично в своей реализации я делал display nano, понятное дело. У меня еще был set timeout, который этот display nano выставляет с какой-то небольшой задержкой. А еще у меня был transition end функция, которая дожидалась конца уезжания меню и тогда вызывала, собственно, его, тогда, собственно, его и прятала. То есть небольшой трюк внутри JS, и чтобы с этим display nano поработать, в принципе, получилось. Мануэль же выбрал другой подход. Он сделал это меню visibility hidden, и у него меню прекрасно анимируется из этого состояния. То есть вы нажимаете на кнопку, и у вас меню нормально показывается, отображается, без display nano, без transition end, без всяких там set timeout и так далее. То есть JS становится проще, хотя он очень похож на то, что, в принципе, я у себя тоже сделал. И мне, на самом деле, этот вариант нравится, но там есть нюансик. Когда вы начинаете ресайзить окно, там типа из мобильного випорта десктоп на и обратно, у вас меню периодически такое блык-блык, прыгает туда-сюда, потому что оно по-настоящему не спрятано, потому что оно, ну, скажем, пытается именно все свои вот эти изменения, которые из-за переключения медиавыражений появляются, как-то анимировать. Мне нравится подход, что не display nano, visibility hidden, потому что visibility hidden плюс position absolute тоже визуально прекрасно вырывает элементы с контекста, и скринридер тоже не видит элементы с visibility hidden. Я перепроверил, у меня были сомнения. То есть это тоже способ спрятать что-то от скринридера, это хорошо, но вот этот вот момент с дерганием во время ресайза, с одной стороны, пользователи не ресайзят свои окна, вот прям драматично, типа десктоп, мобилка, не сидят и не играют в гармошку туда-сюда, но если они вдруг решат это сделать, если они добавят, не знаю, на каком-нибудь iPad split, то есть браузер справа, какое-нибудь другое приложение слева, если в процессе страница начнет там, по странице начнет ездить всякие меню транзижные, мне кажется, это плохое ощущение, ну то есть что-то случилось непонятное, почему меню какое-то прыгнуло и спряталось справа на странице, почему когда ты ресайзаешь обратно, снова появляется какое-то меню, и оно, в общем, я пока не придумал, как это все достаточно просто починить, вот этот вот спецэффект с выезжанием меню, поэтому если у вас есть идеи, приходите в статью Мануэля, статья, как обычно, лежит на сайте веб-дев, в репозитории веб-дев на гитхабе, и можно, в принципе, попробовать что-то законтрибьюти, или как минимум затегать Мануэля в Твиттере и сказать, чувак, вот есть такое решение, может быть, может как-то улучшить это меню. Мне пока в голову не пришло, я по-прежнему вот в своем меню использую дисплей на там Transition End, чтобы все это пофиксить, но мне было очень приятно наблюдать за тем, что человек, который занимается доступностью давно и серьезно, там консультирует, недавно с потрясающим докладом выступил про доступность на Smashing Conf, сидел в зале, радовался, и все, что он написал, было очень похоже на мою реализацию, так что прям вот доволен. И вы тоже почитайте, реализация очень хорошая, мне кажется. Согласен тоже. Я хотел добавить немножко про анимацию, потому что, и, кстати, будет интересно услышать мнение Юли с точки зрения дизайна и UX, да, наверное, и UI. Помнишь, Вадим, еще стародавние времена, давние-давние годы сообщества, когда бурлило большие обсуждения о том, как делать простейшие вещи, и было такое отдельное большое обсуждение, как правильно транзитить, даже мы не про анимацию говорили, да, а говорили просто про обычный транзишн. У интерактивных элементов, которые должны менять свое состояние, должны ли мы транзишн запускать в момент начала интеракции с элементом, или после того, как интеракция закончена. Я писал свое мнение, Илья Бирман писал мнение совсем как бы противоположное, потому что как бы мы разошлись здесь. И вот мы тогда почти все всегда сходились к тому, что если элемент интерактивный, любая задержка в анимации у этого элемента, она будет раздражать, потому что, ну, это мы видим и на примере этого меню, оно выезжает, да я теряю, да, это секунды, казалось бы, даже может быть микросекунды, но я теряю постоянно время, да, то есть типа на самом деле я бесперебойно пользоваться этим интерфейсом не могу. Оно красиво, но этот элемент, это рабочий элемент, а не элемент для красоты. Я должен быстро иметь возможность с ним взаимодействовать, поэтому я на самом деле вот в таких штуках всегда против анимации, либо нужно с анимацией что-то очень внимательно придумывать, чтобы как бы она, когда ты постоянно с ней взаимодействуешь, не начинала бесить. Я понимаю, что вопрос к Юле, но быстренькая реплика. Если ты зайдешь и поменяешь в трансишн с 0.6 до 0.2, ты по-прежнему будешь понимать, что что-то появляется на экране справа и плавно, но это будет практически мгновенно. Мне кажется, это вопрос как раз в длительности анимации. Передаю слово профессионалу. Я сейчас сделал, не соглашусь, не соглашусь. Она, поясню сейчас, опять Юль, прости, поясню. Элемент, даже если он 0.2, большой элемент. ему нужно время, чтобы всему выехать. Либо это будет мельтешение, то есть типа молнии макомет. И ты такой думаешь, а нафига? Я даже не успел оценить анимацию, то есть нафига она существует? Либо как бы она такая, вот я. Я бы против был бы, если бы я был Юлей. Ты, Вадим, я понял, ищешь баланс. На самом деле, мне кажется, здесь опять зависит от задачи, как всегда. Типа, чего ты хочешь добиться от анимации? Если у тебя менюшка на обычном сайте, не знаю, которым пользуется очень много людей, он не тематический, а какой-то обычный, там, не знаю, статейный магазин или еще что-то, то, конечно, все эти выпендрежи, ну, они бессмысленные. В плане, что эти люди не поймут такого движения, оно как-то не оправдано. Поэтому лучше уж вообще без транзишна показывать, чем с задержкой. Но если у тебя какая-то тематическая история, сервис для какого-то ограниченного количества людей, и это как-то оправдано, у тебя там вот этот вот и баунс-эффект, он какой-то осмысленный, потому что это как-то вписано в интерфейс, в концепцию, то тогда, конечно, вообще изи, можно вообще все так повесить, чтобы оно все прыгало и все так плавно, но не так быстро, как для обычных людей показывалось. Так что, как всегда, зависит от задачи. Ну, я вот, допустим, сейчас сходил наверх окошка своего macOS, открыл меню выпадающие, и заметил, что они открываются мгновенно, но когда закрываются, они растворяются в полупрозрачности. Да-да-да. То есть они не тратят твое время, с одной стороны, с другой стороны, все-таки добавляют немножко красоты, когда они тебе уже не нужны, тебе уже не важно, там растворились они или нет, ты уже уходишь. Но эффект того, что они все-таки исчезают, неплохо. Прямо в флешбеке из вот этих дискуссий, я не знаю, каких десятых или нулевых годов, там ровно этот аргумент про macOS и про то, что меню появляется быстро, пропадает, медленно был. Ну, в общем, да, годы идут, ничего не меняется. Мне кажется, что может быть не только визуальная сладость, скажем так, интерфейса причины, почему эти штуки добавляются, можно еще иногда подсказать пользователю, куда твое меню делось. То есть оно прячется справа, кнопка справа, и ты запомнишь, что вот эта вот штука уходит направо, вверх, вниз, и ты в следующий раз не просто будешь искать, где кнопка находилась, у тебя, мне кажется, прочнее отпечатается, что она там, куда спряталось меню. Ну, в общем, есть какой-то эффект, подсказывающий направление, подсказывающий, где штука, с которой ты работал, прячется или живет. То есть это, это, понятное дело, уже такая, пошли всякие UX-ерские штуки, я тут не настоящий сварщик, но мне кажется, что это может работать, может подсказывать пользователя. Иногда можно ведь даже свайп какой-нибудь сделать, чтобы люди прямо вот брали из-за экрана откуда-нибудь, как-нибудь вытаскивали элемент. Но это уже точевая история, тут все немножко по-другому. Ну, и здесь кажется, да, действительно, это связь с мобилками, с мобильными интернетами, все-таки по статистике люди все больше в телефонах сидят, нежели чем в десктопном браузере, и им там это привычно. То есть у тебя есть такая типа карта сайта, карта приложения, сервиса, то есть у тебя есть какая-то часть экранов, которые горизонтально располагаются, типа ты свайпаешь вправо-влево, они у тебя появляются в каком-то положении. А есть какая-то навигация, которая не так работает. Там она либо сверху вниз как-то появляется, либо просто без фейда, без какой-то анимации, без ничего, просто раз и появилась. И вот это вот кажется просто еще один повод стереть границы между десктопом и мобилкой, потому что если бы 10-15 лет назад делали такие анимашки выезжающие, никто бы не понял, сфига ли оно вообще там сбоку сидит, потому что это ничем не подтверждено. А сейчас у нас все интерфейсы такие мобильные, поэтому здесь вполне логично, что оно должно куда-то уезжать за экран на свое место, где оно там сидит и ждет, пока ты его позовешь. Ну а мне важно, чтобы оно выезжало производительно. И как оказалось, не только мне. Ну на самом деле, вот эта вот история со скрытием, как бы начинающий разработчик, который не сильно парится по поводу того, как должно выезжать, ну кажется, позишн абсолют, топ там лефт поменял и двигай в анимации, и все же красиво. Но нет, у браузеров есть особенности, и какие-то свойства, которые вы меняете, топ лефт, они на самом деле очень сильно влияют, там марджины, паддинг, короче, все, что влияет на размеры блоков, они вызывают огромное количество рендеров. А есть свойство транзишн, которое их меняет, делает это, пытается делать в каждом кадре. Ну то есть вы представляете, в каждый кадр, в каждый фрейм вы пытаетесь пересчитать вообще все, что происходит, текст отрендерить, это самая сложная история вообще в браузере, и вот вокруг него рассчитать размеры. Так вот, как в свое время появились свойства transform, которые позволяют вам это делать при помощи работы на видеокарте, то есть у вас слой уже отрендеренный, и этот слой уже двигайте, как хотите. И вот на самом деле анимации по-хорошему нужно делать через вот эти свойства. Понятно, что не всегда все эффекты достижимы, к сожалению, то есть просто взять и выпилить из интернета все анимации stop, left, width, height невозможно, потому что если там, если дизайнер нарисовал, что поп-апчик должен становиться больше, то это не всегда скейлом делается, потому что внутри там все равно контент надо как-то по-другому располагать. Но тем не менее, стараться надо. Так вот, если вы хотите в принципе в своем проекте радикально пойти и запретить все непроизводительные такие свойства, появилось правило в стейлите, и в общем в твиттере, в css, в пост css как раз был анонсик вот этого style-lint performance animation. То есть вы добавляете свои правила стейлента, и он такой начинает ругаться на все непроизводительные свойства. Ну и как обычно эти правила можно, конечно, выключать на какие-то строчки. В общем, прикольно. Ну, вот короткой строкой. В общем, если хотите себе сделать хорошо принудительно везде, то постарайтесь, конечно, команде объяснить, почему так. То есть просто вставить правило, потому что, ну, кто-то там так решил, и потом страдают разработчики, ну, такое себе. А вот еще и просвещать, почему это правило вы внедрили в проект, было бы хорошей идеей. Я думал, это шикарная подводка, а это просто шикарный выход из темы. Да? А я сразу выкопил. Ну, и немножко давайте тогда про безопасность, API и браузеры опять. Как бы вроде в начало откатимся, но немножко добавим дополнительного контекста безопасности. Тут статью написал Остин Гилл о том, что он экспериментировал со свойством в HTML Capture и обнаружил, что, блин, а, оказывается, можно доступаться до камеры устройства даже без JavaScript. Достаточно иметь HTML, правильное знание атрибутов, и все у вас работает. То есть буквально он говорит о том, что если вы используете input type file, вы можете добавлять атрибут Capture, у которого есть два значения user и второе значение environment. Вот, environment — это значение, которое позволяет снимать камеры, которые основные у вас, то есть смотрят вперед, а значение user — это камера фронтальная, которая смотрит на вас. И все. Вы открываете свое мобильное устройство, нажимаете на этот input, эта же кнопка, да, это input type file, который обычно открывает диалоговое окно выбора файлов, и у вас включается приложение камеры, причем приложение камеры выбрано с правильной камерой, да, куда она смотрит вперед или на вас. И более того, если вы используете у себя в инпуте свойство Asset, в котором можно задать, да, что вы ожидаете, это, например, или видео звездочка, или имидж звездочка, у вас еще и в камере режим съемки будет выбран по умолчанию правильно. То есть, если это видео, у вас будет режим видео съемки, если это имидж, у вас будет имидж съемка. То есть, видите, даже как бы подстраиваются. При этом это работает только в мобильных браузерах и не работает в десктопных браузерах. В десктопных браузерах при этом есть, на мой взгляд, хороший пример обратной совместимости, потому что в таком случае этот input открывает обычное диалоговое окно, разумеется, не вашу камеру. Внимание, вопрос. Ну, есть атрибуты, они позволяют открыть камеру, и чего? Ну, в смысле, а в чем concern, в чем performance, вернее, privacy, я тут не понял. Ну, то есть, HTML-атрибут позволяет тебе получить, либо выбрать картинку, либо выбрать снять видео. По сути, ты создашь эту картинку в момент открытия этой штуки. Удобно, классно. Да, а в чем типа вопрос безопасности? Она не спрашивает никаких разрешений доступа к камере, она просто ее открывает. И вроде как можно объяснить это тем, что, ну, почему так можно, да, можно найти объяснение того, что вы же на самом деле ничего никуда не отправляете. Это же просто выбор в input type file, да, вы просто как бы складываете туда картинку, ну, или видеофрагмент, да, и все. И, казалось бы, а что тут спрашивать разрешение? Ну, я вот что-то не знаю, мне, я смущаю, меня это смущает. Почему? Потому что, во-первых, от того, что вы в input type файл положили и типа никуда не закачали, это еще не значит, что вы никуда не закачали. JavaScript никто не отменял, вы можете повесить события на всякие разные истории, ончейнджи и всего остального и как бы забрать этот контент. Никита активно качает мне головой, потому что он не согласен. Я не согласен в том, в плане, что на самом деле там же идет прослойка с операционной системой. То есть у тебя твоя фотка и твое видео, они лежат в операционной системе в тот момент, когда ты делаешь фото или когда ты делаешь видео, у тебя по факту это получается уже файл операционной системы, который линкуется в браузере. И, ну да, ты точно так же, как если бы выбрал какой-то файл, ты через JavaScript можешь его получить. Да, ну, с видео та же история, но ты можешь закрыть свою камеру, если не хочешь снимать. То есть у тебя в момент открытия камеры доступа к твоей камере никакого нет. То есть ты, по сути, если условно тебя пытаются обмануть и заставить тебя, не знаю, случайным нажатием на какую-нибудь безобидную кнопку закрытия диалога открыть камеру, ну, ты сразу поймешь, что модальность поменялась. Не то, что у тебя, ты смотришь на сайт, а у тебя там в фоне записываются видео. Тебе прям вообще весь интерфейс меняется на интерфейс камеры и думаешь, что, закрываешь его и забываешь об этом. То есть... Подождите, хорошо, попытайтесь дальше защитить эту идею. Возможно, и правда, есть для нее аргументы для защиты, да? Тебе нужно в Mozilla работать с такими идеями. Мне? Почему? Им все новые API не нравятся. Не-не-не, я не про это. Смотрите, когда вы устанавливаете, мы же говорим про мобильные, да? Когда вы устанавливаете любое приложение на мобильных устройствах, если он хочет получить доступ к камере, даже он этот файл никуда еще не отправляет. Просто доступ к камере. Мы не говорим, что мы его куда-то отправляем. Просто доступ к камере. Он обязан спросить меня, я хочу ему это разрешить или нет? Почему? Здесь это неприменимо. Он получает у тебя не доступ к камере, а доступ к работе с камерой. А здесь у тебя идет не работа с камерой, а работа с твоей файловой системой. А работу с файловой системой ты разрешаешь по умолчанию, когда файл пикер открываешь. Это другое, Леша. Нет, а вот я тут не согласен. А сфигали? Ну, то есть, типа, а почему нет? Давай другой вариант. У меня ребенок. Ну, типа, мы говорим, что мы все сознательно используем веб, и как бы, типа, можем всегда, если откроется это окошко, его закрыть. Типа, все такие суперосознанные ребята, да, и нас нигде никто не проведешь, да. Но, а могу ли я эту особенность в мобильной системе, в Apple или у Google, запретить? Если parental control какой-то, да, то есть... Ну, вот я не хочу, я знаю, что я не хочу, чтобы это появлялось. Privacy, да, мы же про privacy, да, это про privacy, это когда ты не на каком-то конкретном сайте говоришь, что вот, а ты не используй геолокацию мою. Это ты такой говоришь, а я не хочу, чтобы мой телефон геолокацию вообще использовал. Мне не важно, какой сайт, я просто не хочу, чтобы вот этот кирпичик использовал геолокацию. Я тут сразу не скажу, можно это сделать в настройках или нет. Скорее всего, нет такого универсального переключателя во всех браузерах, возможно, мне кажется, нужно сделать шаг назад и еще раз попытаться понять, чем запрос доступа к камере разового прямо сейчас, чтобы там, как вот Никита говорит, с файловой системой получить что-то, отличается от разрешения работать. Вот, допустим, если ты даешь доступ к своему микрофону для какого-то нативного приложения, это значит, что ты говоришь, я хочу, чтобы это приложение пользовалось микрофоном, внимание, в любой момент. Мне операционная система покажет, что прямо сейчас меня записывает кто-то, появится какая-то иконочка запись и еще что-то такое, или когда экран записывается, тоже что-то появится. То есть, операционная система показывает, что в этот момент вас куда-то записывают, чтобы приватность была лучше, но ты в какой-то момент даешь приложению доступ к этому всему. С этим веб-апи ты говоришь, сними одну фотку прямо сейчас, а в следующий раз снова сними одну фотку. То есть, ты не можешь в фоне это делать, ты не можешь, ты не даешь разрешения этому сайту все это постоянно делать. Ты выполняешь разовое действие. И в этом очень большая разница, и поэтому одно заслуживает пермишен, но другое, на мой взгляд, может существовать просто так. Наш апелляционный суд не принимает этот аргумент, Вадим, по следующей причине, поясню. У меня флешбеки какие-то, сериалы с адвокатами, ну, давай. Поясню. Потому что пример с микрофоном хороший, но он не применим к камере, потому что попробуй то же самое воспроизвести с камеры, да. Когда ты приложению даешь доступ к камере, она не может тебя в фоне фотографировать, ну, как с микрофоном, да. Соответственно, логически я не могу принять твой аргумент к тому, что он засчитывается вот к такому поведению с камерой. Нет, смотри, если ты внутри своего приложения заходишь на какой-то экран, если ты дал этому приложению доступ к камере, ты сможешь себя увидеть в этот момент, не нажимая ничего. То есть, условно, ты переходишь в какой-нибудь интерфейс, и у приложения прям есть доступ живой к фиду твоей камеры. Тебе не нужно нажимать дополнительные кнопки. Ты разрешил. Так что, мне кажется, я не принимаю ваш отказ своей апелляции. Я не знаю, как это называется. Я подаю повторную. Я, на самом деле, проникся немножко идеей Леши. Ну, то есть, я, на самом деле, все еще согласен с Вадимом в плане того, что действительно есть различие большое, но оно есть для нас, для разработчиков, понимающих, как мы с этим работаем. И с точки зрения там пользователя, который привык, что если он там действительно дает доступ к камере, то там появляется какая-то всплывашка. То есть, я уверен, что просто так снимать не будет, да? А в какой-то момент действительно, опа, и он эту всплывашку мне не показал. То есть, у меня есть какое-то пользовательское поведение, которое я привык, что нужно дать разрешение, а он уже камеру мою открыл. И мне может быть немножко страшно, потому что я не технари, не разбираюсь. И я, на самом деле, понял одну страшную вещь. В Safari и Chrome на iOS работают по-разному. Safari по умолчанию имеет доступ к твоей камере, тебе не нужно разрешать. Когда ты приложение первый раз открываешь, он такой, типа, у меня ничего не надо, я и так все могу. Я же системное приложение. Да, когда ты открываешь Chrome, Chrome такой, а можно мне камеру, пожалуйста? Мне очень надо. То есть, ты еще приложению должен разрешить доступ, а потом уже на сайте там еще. То есть, вот тут, насколько мы доверяем Safari, скорее вопрос. И аналогичная история, наверное, на Android с Chrome. Я просто, ну, Android-ом не пользуюсь, но там, наверное, похожая история. У Android-ом есть система разрешений, под которую подходят все приложения одинаково. То есть, Chrome не является системным браузером. Он точно так же у тебя запросит доступ к микрофону, к камере и ко всему остальному. Тогда вопросики к Safari. Да-да-да, я про это и говорю, что ползуночка запретить Safari трогать вообще камеру, а нету. Слушай, Леш, ну ты ж, ты ж всю дорогу Safari, самый приватный браузер, самый классный, они думают об этом. А почему же ты сейчас перестал им доверять-то? Я не фанбой. Я как бы типа здравомыслящий человек, понимаешь? Если сделали плохо, значит сделали плохо. И как бы я буду первым человеком, который скажет, что сделали плохо. Этой вещи, этого кусочка, да, нету. И он должен быть, на мой взгляд. А Штамель не виноват, что у вас злые планы. А еще мне, знаешь, показалось странным, что есть, ну то есть я понимаю, почему так, но как будто бы есть какая-то неконсистентность в поведении, потому что когда ты запрашиваешься из джаваскрипта к камере, у тебя почему-то все пермишины вперед как бы открываются, все запрашивается. Потому что ты получаешь совсем другую вещь в джаваскрипте. Ты получаешь прям к живому фиду доступ сразу. У тебя прям вот байтики есть. Ты можешь как, ты какой-нибудь блоб себе можешь собрать на лету. Ну это ты во внутренностях разбираешься. А я вот пользователь. Я нажал одну кнопку, она меня не справляется. Вот давай интерфейс. Две кнопки. Одна обрабатывается через HTML Capture, а вторая обрабатывается джаваскриптом. Одна кнопка меня спрашивает разрешение к камере, вторая не спрашивает. А почему? Потому что вторая ссылка. Нет, потому что результаты твоих действий имеют разные последствия. Ну подожди, разве я Media Capture, когда в JS API-шку трогаю, разве я не получаю потом обратно блоб себе на страницу джаваскриптом? Получаешь. Но когда ты это делаешь внутри HTML, ты... Нет, подожди, а разве я input type file через форм даты не получаю точно такой же блоб? Мы, кажется, ходим по кругу, но с точки зрения разработчика я опять же на стороне Вадима, с точки зрения пользователя на стороне Леши. Юля, а ты за кого? Я не знаю. Не ставьте меня в этой ситуации. Почему я должна выбирать? Ты чувствуешь себя в опасности, когда ты нажимаешь на кнопку сделать селфи и браузер не спрашивает тебя permission of? Я как пользователь или я как дизайнер? Ты как человек. Как человек, конечно, это напрягает, но иногда очень надо мне как дизайнеру такое. Ну, в плане, иногда на сервисах что-то похожее надо, но кажется, это не очень хорошо для людей. Мне недавно нужно было рано утром срочно ехать в аэропорт, два поезда отменили, и я такой стою на вокзале и понимаю, что я опоздаю на свой рейс. Мне нужно было поехать на такси, я быстренько поставил себе приложение такси, и угадайте, сколько миллисекунд у меня заняло принять пользовательское соглашение. Ну вот, я думаю, я это сделал быстрее, чем кто-либо в истории пользователей этих приложений, потому что мне очень нужно было в аэропорт. Разрешить все. Ладно, сейчас все. Разрешить все. Вот заберите все мои деньги, всю мою прошлую жизнь, только отвезите меня в аэропорт на такси прямо сейчас. Спасибо. Итак, чтобы вы просто знаете о такой особенности поведения HTML и атрибута Capture, хочется сказать еще о другой вещи. Мы затрагивали, по-моему, в предыдущих выпусках о том, что Chrome так тоже делает не очень хорошую вещь, да, он имеет возможность обращаться без вашего разрешения к кликборду через API. И вроде как, ну, плохо это. С чего это вдруг он решил, что мы ему это разрешили, да? Поругались-поругались все в интернете и пофиксили. Да, я видел эксперименты Шима Видоса, он сделал страницу прямо у себя веб-платформ-ньюс. Он берет, копирует что-то на одной странице и переключается на другую вкладку, типа на 0,4 секунды и возвращается на другую. То есть так, и у него уже в кликборде ерунда с того сайта. То есть, не нужно не то, что взаимодействие, а даже не нужно проводить время на этой странице. То есть, какой-нибудь вам рекламный баннер что-то случайно открыл, какой-нибудь поп-ап, вы его раздраженно закрыли, но у вас в буфере обмену уже рекламные сообщения. Это, конечно, дичка. То есть, вы его не прочитали, но туда записали. А вдруг вам записали то, что записали ссылку на какой-то левый сайт, а вы случайно в мессендиректы вставили, и ссылка распространилась, и кто-то из ваших друзей там, не знаю, получил себе какую-нибудь ерунду. Ну, такое себе. Да ладно, мессендир. Я, если что, на самом деле, периодически использую буфер обмена как систему временного хранения чего-то. Причем долго-долго временную. То есть, я, не знаю, какой-то код копирую, потом в этом файле много-много всякого делаю, но я помню в голове не нажимать Command-C ни в коем случае, потому что у меня в буфере лежит важная штука, и потом в конце Command-V. Ну вот. А прикинь, я захожу на какой-то сайт, и он такой, ничего, теперь у тебя в буфере обмена другая штука. Ну, в итоге, да, мы сошлись, что это все не очень хорошая штука, а в итоге Шимми Видос и Томас Штайнер совместными усилиями добились того, что, кажется, спеку будут менять. Это клиборд API, V3C-шная спека, и все-таки понадобится какой-то жест от пользователя, ну, то есть, так называемый user gesture, какое-то взаимодействие со страницей, нажать на кнопку, еще что-нибудь сделать, чтобы это все произошло. То есть, не нужно по-прежнему запрашивать permission, Леша, извини, но все-таки пользовательское действие какое-то нужно, и вам недостаточно будет попасть на какую-то страницу, вам нужно будет активно это сделать. Насколько это будет очевидно для пользователя или нет, это тоже вопрос там UX и того, как разработчики страницы в себя поведут, но момент вот этого автоматизма, который всех нас как-то встревожил, он уходит, и, как видите, можно просто в Твиттере поднять шум, затегать нужных людей, и браузерное поведение по умолчанию и справиться. В этом что-то есть. Хотя изначально у них был прям серьезный юзкейс, они хотели там на каких-то там сервисах, сайтах этим пользоваться, но сейчас такие, да, наверное, идея плохая. Сработало. Ллойд Аткинсон поднял такую, знаете, дискуссию, которая уже когда-то была, и я думаю, она будет еще, видимо, не раз. Он решил еще раз поговорить, что делать с дефолтными экспортами ES-модулю, потому что есть именованный экспорт, я вам напомню, да, и есть дефолтный экспорт, один из модуля. И эта тема так часто поднималась, особенно, когда только появились ES-модули, все пытались понять, как же правильно действовать, да, потому что явно же какой-то способ-то будет лучше, да, всех остальных, вот, и хочется пользоваться именно этим лучшим способом. А для этого нужно понять аргументы за, против, туда-сюда. Так вот, Ллойд решил накинуть дополнительных аргументов в пользу одного из способов. Он говорит о том, что дефолтные экспорты использовать нельзя, и использовать нужно только именованные экспорты. Почему? Во-первых, он говорит, что, ну, так уж устроено, что, когда вы задаете дефолтный экспорт и его как-то именуете, вы не можете получить это имя извне. То есть, у вас и правда есть возможность, даже ADE так работает, у вас и правда есть возможность получить название методов, название переменных, которые вы экспортите, когда, в тот момент, когда вы их импортите, да, вам ADE любая подскажет их название. Но название дефолтного экспорта нельзя вытащить и нельзя вам подсказать, да, соответственно, это такая проблема, да. Плюс проблема неконсистентности. Вы когда подключаете модуль, вы вот как, не знаю, наверняка вы модули какие-то подключали, вы на самом деле никогда не знаете без дополнительных усилий, а что этот модуль по дефолту экспортит. Ну, то есть вам надо прямо идти или в доку, или в код и посмотреть, что же он экспортит по умолчанию. Потому что по названию методов можно догадаться, что к вам придет, да, что вы собираетесь использовать. А вот тут нет. То есть нужно обязательно дополнительное действие делать. Ему это не нравится. Плюс ему не нравится то, что когда вы импортите какой-то дефолтный экспорт, который заранее был подготовлен, ведь человек, который писал библиотеку или модуль, он дал название вещи, которые он по дефолту экспортит, но вы это название к себе в систему получить не можете, да. Вы всегда как бы говорите, в какую переменную вы хотите записать этот дефолтный экспорт. И эту переменную, ну, вы ее не можете вытащить, да, она к вам не приходит никак. Вы все время ее именуете. И вы можете все время ошибаться в этом. Вы можете по-разному вещи называть. Ну, то есть типа как бы, опять же, какой-то консистентности нет. Он даже рассказывает о том, что он, работая с одной библиотекой, даже в нескольких местах в одном проекте как бы записал ее в разные переменные. Ну, потому что пишешь код же в разное время, и вот сегодня показалось так, а завтра немножко по-другому. Опять же, нет консистентности никакой. И вот это все, он считает, приводит к плохому. И поэтому он для себя решил, что по дефолту экспортить ничего не нужно. Единственное, как мы экспортим, это именуя вещи, которые мы экспортим. И очень просят, чтобы создатели разных библиотек тоже так делали. Что думаете? Мне на самом деле очень понравился совет одного молодого Telegram-блогера. Есть такой канал melikhoff.dev. Может, одна фамилия с нашего Андрея, я не знаю. Ну, в общем, этот блогер советует ставить прямо в ESLint правило запрещать дефолтные экспорты вот эти. Ну, то есть это действительно не очень классная вещь. Я абсолютно согласен, на самом деле. Я хочу это правило взять и втащить в проект, потому что вот буквально недавно столкнулся с тем, что втаскивали библиотеку, которая там делала outsource, и там, ну вот, эта команда, она просто очень-очень любит дефолтные экспорты. И иногда прям видно, что если бы они их выключили, то не было бы ошибок в неймингах компонентов. Ну, то есть файл, например, называется myComponent, а внутри лежит exportDefaultTheirComponent. Ну, потому что вот написали так, файл забыли переименовать, и вот это, ну, как бы импортирую, и все работает. Ничего не поменялось. А хотя по факту можно так найти какие-то даже баги. Плюс я абсолютно согласен с тем, что автокомплиты — это обалденная история. Ну, то есть я очень люблю автокомплиты, я очень люблю, когда у меня есть какая-то сущность, я ее как-то называю в коде, и я, в принципе, даже очень редко пишу импорт сам. Я там в S-коде жму вот эту лампочку, она такая, да импортировать то, что тебе нужно. Я вот нашел в этом файлике и в этом. Я жму, и он сам все делает, это так классно. А когда там дефолтно стоит экспорт, он не может понять. Ну, типа, там, может, ты ее как угодно можешь импортировать, и ты идешь, ищешь, где она лежит. Ну, короче, это просто экономия времени. Поэтому почему бы и не взять, и не запретить. Я вот в рабочем своем проекте сейчас вижу дефолтные экспорты, и, не знаю, меня это ни разу не тревожило каким-то образом. Я как-то, я никогда не занимался, скажем так, архитектурой модулей, архитектурой компонентов слишком подробно, чтобы у меня сформировалось какое-то мнение. Ну, вот, почитал эту статью, ну, да, как бы имеет смысл. Но вот все равно у меня не сформировалось такого ощущения внутри, что, типа, надо сейчас все бросить, бежать, переделывать все компоненты, чтобы не было дефолтных экспортов. Мне это кажется, не знаю, каким-то правильным паттерном теперь, но я не вижу в этом какой-то драмы. Так, чтобы это прям вот сильно мешало работе. Ну, это когда ты работаешь в команде, разумеется. То есть, когда ты работаешь в команде, это этой проблеме больше веса становится. Когда ты, на самом деле, работаешь над своим кодом, ну, как обычно, да, в своем коде ты можешь делать вещи, как хочешь, там, типа, многие паттерны необязательно применимы, и, типа, и будет все хорошо, это все окей. Сильнее значение этому приобретается, когда ты работаешь в команде, во-первых, а во-вторых, когда ты постоянно работаешь с кучей внешних зависимостей, в которых ты не можешь понять просто, а что это. Ну, то есть, ты можешь, тебе может казаться, что, а что такого, зайти в доку и посмотреть, что там. Но, на самом деле, это же, ну, типа, трата времени. Трата времени, которой могло бы не быть. Ну, я бы, на самом деле, здесь, если вы вдруг нас послушали и решили взять и все переписать, не надо. Ну, типа, если у вас уже все работает, с дефолтами, пускай оно дальше работает. Это пустая, на самом деле, задача. Просто в будущем, когда будете писать свои новые проекты и какие-то новые библиотеки, можете вспомнить, что мы какие-то плюсы-минусы приводили, и не мы, а Ллойд Аткинсон целую статью еще написал. Да и не только он, на самом деле. Я эти дискуссии уже давным-давно слышу. В общем, просто вспомните про это и уже в будущем делайте чуть более предсказуемо, что ли. С вами был 335-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Дизайнер на CSS Юлия Мяцен. Сам по себе Вадим Макеев. Не только менеджер. Алексей Симоненко. И доброжеливный продач Никита Дубко. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Услышимся на следующей неделе. Пока. 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 Пока.